Делиться словом, потом можете вопросы задавать, вот, кого есть. Ну, сначала немножко расскажем о себе, о своем служении, вот, а потом, если будут у вас вопросы, можете задать. Вот, он ответит, очень рамотный, эрудированный человек, значит, пользуйтесь моментом. Всегда сбывайте, какая возможность. Не стесняйтесь, правда? Да как бы я! Да, не стесняйтесь. Слава Иисусу Христу, слава нашему Сосителю, Господу, Богу Всемогущему, и ни в коем другом нет спасения, братья, сестры, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым не для жалобы нам спастись. Действительно, благодаря Богу Всемогущему за эту честь быть с вами сегодня. И призываю милость Господню сегодня на это собрание. Хочу сегодня тоже засвидетельствовать вам и Слово Божье прочесть, поделиться Словом Божьим. И, друзья, друзья мои, друзья Господни, братья и сестры мои, сыны и дочери Божьи, хочу поделиться действительно откровением и Слово Божьего. Я являюсь священнослужителем православной церкви, реформатором являюсь. Уже больше 20 лет несу служение такое реформаторское. А православное в целом служение мое уже больше 30 лет уже моего стажа в православной церкви. Первых 10 лет я служил в традиционном православии, в русской православной церкви, в Московской полиархата, до 96-го года. А с 96-го года дружусь как реформатор уже, как обновленец. И, к сожалению, так получалось в Липецке нечасто. Но, знаете ли, самое главное, что Господь, независимо где мы и как мы, да, Он с нами. Помолимся, друзья, да, братья? Господь, Бог Святой, благодарю Тебя, Боже, за эту честь. Благодарю Тебя, Боже, за эту честь, Господь, сегодня с моими братьями и сестрами. Боже, разделяй эту радость общения с Тобою и друг с другом. Отец наш, Бог и Царь, благостыви народ свой миром. Боже, учи нас, дорогой Мучитель наш Небесный. Наставляй наш сверхъестественный наставник, каждому из нас. Потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, Господь. Но с Тобою мы сможем сделать все, Боже. Исполнить Твою волю на этой земле. Боже, да прославится Твое имя Святое в наших судьбах. Господь наш, слава Тебе. Боже наш, благодать, когда Ты будешь с нами, Боже, по знаме Тебя. Благостыви нас, Господь. Ты, как добрый Небесный Отец, собрал нас, своих детей, под своим покровом. Как птица собирает птенцов своих, Боже, собрал нас. И я прошу Тебя, благостови нас своим отцовским, любящим благостовением. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присаживайте, друзья, братья и сестры. Слава Вашему Спасителю, Господу. И тоже сразу привет передаю от своей семьи, от супруги, детей, внука нашего. Год назад стал дедушка и я. Дождали дома, дождались. Слава Богу, первого нашего внука дождались. И вот на днях год исполняется ему. Так что началось мое дедство. Как говорил кто-то из музыкантов, поэтов. Вот так вот. Так что благодаря Богу. Конечно, были препятствия. Даже к приезду сюда, к вам в Липец. Представляете, накануне уже все. Я уже должен выехать. И вдруг у жены давление резко поднялось. И мы и спору вызывали, молились. И знаете, как-то искушение такое было. И слава Богу, на другой день я сдержался. На другой день супруги стало лучше намного. Уже было и хорошо. Уже было и с миром Божьим так вот поехал к вам. Я когда еду в какой-то город, я молюсь об этом городе. Молюсь об этой поездке, конечно, как, наверное, любой проповедник, который приезжает в гости куда-то. И прошу нашей церкви тоже молиться всегда. Наших служителей, по крайней мере, всегда я прошу наших освященников, епископов, молиться об этих поездках. И поэтому имею честь также пригласить сейчас вот... Ну, не вообще, а, кстати, эти записи, видео делаю записи, они будут на Ютубе тоже. И наши служители как раз тоже будут смотреть. И, в общем-то, имею честь также о нашей церкви. Привет, привет. Нашего братства, православное, такое евангельское, такое братство есть. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Архиепископом или старшим еписком, которым я являюсь на данный момент. И очень Богу благодарен за это, за эту честь, нести это служение. Как мы пишемся, еще газетку сдаем, и там еще под названием в шапке написано «Газета православных христиан веры евангельской». Там один из пустарей, там протестантский, говорит «Я всякое видел, но такого еще не видел еще». Он «Всякое, но такого еще». Я говорю «Того еще не видел». Вот, потому что я действительно убежден, что всем нам, независимо, как мы называемся, протестантами или там, значит, или православными, или католиками, должны быть христианами в первую очередь. И христианами не просто христианами по культуре нашей традиции, а христианами именно библейской, евангельской, Божьей веры. Вот чем дело. И это действительно так. И потому как действительно очень много людей даже вопросы задают такие вот о церкви, где правильная, неправильная церковь. Знаете, скажу так, что мы христианами можем стать и становимся только лишь от Иисуса Христа, только лишь сам Господь Иисус Христос, только от Него мы становимся христианами. Если, допустим, в православной церкви, да, мы можем стать православными, допустим, да, протестантами, протестантами, допустим, становимся, католическими католиками, но христианами мы только от Иисуса Христа становимся, где бы мы ни были. Только Христос есть Спаситель, только Он есть Господь, только Он есть, действительно, наш Целитель, Освободитель, и ни в коем другом нет спасения. Это аксиома нашей христианской веры. И вот из Слова Божьего хочу прочесть здесь... А, это была она у нас. У меня был другой телефон, к сожалению, побывал в воде, и теперь он неадекватно все воспринимает, к сожалению, а к этому еще не очень привык я. Там у меня все закладочки были уже готовы уже. Так. Так вот, хочу прочесть я из посланий к Коринфянам, 3 глава, с 11 стих и далее. 11 стих и 16 стих, вообще-то, и дальше чуть. Дело в том, что в электронной такой версии Библия удобнее. В чем? Что есть... Я вот рекомендую, кто, допустим, на свои телефоны или гаджет, как-то, скачивает, значит, Библия, то скачайте с номерами Стронга. Я когда проверяю ее по номерам Стронга, значит, знаете, не знаете, пользуйтесь, не пользуйтесь, но очень хорошая здесь, полезная. Библия, библейские слова тогда, они там открываются в оригинальном звучании, как они, в общем-то, изначально, как бы, и звучали, и значения. Многие значения этих слов тогда появляются. И даже не нужно много с собой словарей всяких возить, все помещается в одном таком телефоне. Очень удобная вещь. И для изучения, более глубокое изучение Писания. Мне это очень помогает в жизни, и как проповедник очень сильно помогает, как учителю, потому что в библейской школе, когда бываю, хочется действительно донести, ну, все-таки, ну, не повредить. Не просто свое понимание слова Божьего, а максимально объективно хочется донести то, что именно Бог говорил через Слово Свое и говорит нам по сей час, по сей день. Хотя я понимаю, конечно, что истина Божьего Слова, истина его, Божьего Слова открывается не просто через словари, не просто через знания древних языков этих, еврита, еврического, а через молитву, через живое общение с ним. Вот это самое, самое лучшее и самое важное. Поэтому в древности отцы правильно говорили, кстати, церковные древние, что кто молится, говорит, тот и богослов. А потом еще дальше говорили, и только лишь тот богослов, кто молится. Вот так поправляли еще. Так что это правда. И вот в 11 стихе говорится, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь. А в 16 стихе Павел дальше пишет здесь. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Аминь». Аминь. Вот и здесь действительно слова употребляются, которые означают «действительный храм Божий». То есть не просто «как бы храм Божий», да, как можно было подумать, нет, а настоящий храм Божий, настоящий дом Божий, обители его, там, где он пребывает постоянно. И Павел пишет это послание свое, тогда, друзья, когда он писал это послание, тогда, когда тот храм в Иерусалиме, он еще существовал, он еще не был разрушен. И многие люди верили, что вот этот есть вот храм Божий, он каменный, он богатый, дорогой храм этот, последний этот царь, чье имя стало нарицательным даже, Ирод, да, значит, он даже там, просвано великим, он даже там огромные суммы потратил, вообще денег на украшение этого храма. Настолько, что тонны золота, серебра и меди были вот специально для храма выделены, и лучшие мастера украшали этот храм. Так что, ко времени пришествия Христа вообще, и ко времени его проповеди, вот именно, им ангельской, этот храм блистал, ну, ученые, так говорят, тоже, опять-таки, по словарям, судя вот этим, энциклопедиями близким, судя по ним, храм блистал даже, может, даже больше даже, чем при Соломоне, возможно, говорят, даже еще лучше даже было, чем при Соломоне, представляете, какая была красота. Так что, когда Иисусу говорили, вот смотри, какие камни, какие здания вообще, то они не просто так говорили, а действительно восхищались этими зданиями, красивейшими. Вот, были построены огромные ворота, там в энциклопедии говорится, ну, в метрах и в сантиметрах, все для удобства нашего уже высчитано, не в локтях, не в чем-то еще. Так вот, высота ворот, представляете, какая была, 20 метров, циклопские ворота, многоэтажка, представляете, 20 метров, это же какие ворота нам были построены, огромнейшие просто-напросто, тонны золота были, серебра были на этих вратах, чтобы при открытии даже чуть, нужна была целая команда, огромная команда, значит, там это вот специальная охрана этой, храмовой стражи, которая занималась этим, лишь при открывании этих врат, вот это махина, конечно, там, конечно, если ты подходил к этим, примеру, ну, вот, к примеру, священник, да, и к этим воротам подходил, 20-метровым, ты себя просто букашкой ощущал, наверняка, просто ощущал, ну, муравьем, это огромнейшее здание, но Иисус сказал, что камни на камне не останется, и все это будет разрушено, Иисус сказал, вообще он плакал, когда подъезжал к Иерусалиму, помните, да, и он сказал, оставляется дом ваш пуст, а в Иерусалиме единственный дом, который мог назвать, быть, назван домом по-настоящему, это дом Божий, это дом Божий, дом, храм Божий, и действительно, слова Иисуса исполнились буквально, ну, через 40 лет они исполнились буквально, потому что еще на протяжении 40 лет Бог ждал покаяния первенца своего Израиля, покаяния своих еврейских детей, возвращения, особенно священнослужителей, конечно, но, к сожалению, большая часть, подавляющее большинство из них оставалось ожесточенными, озлобленными и глухими, знаете ли, к словам Божьим, к сожалению. И через 40 лет после произнесения страшного это пророчества, действительно, это исполнилось. Храм был разрушен римскими оккупантами, и камня на камне не осталось. На самом деле, римляне, даже не зная пророчеств Христа, да, они сами того не ведая, исполнили его слова, потому что во время сражения, вот того самого последнего, когда был взят Иерусалим армии Тита, римского полководца, будущего императора, тогда сына императора, так вот, когда все это происходило, то в храме вспыхнул пожар, римские легионеры, исполняя приказ, они бросились тушить пожар, было куда-то, не смогли ничего сделать. Как бы из-под поддувала, снизу разгорелось, это пламя в целое, ну, в плавильню, будем так говорить, разгорелось. Там нет никакого поддувала, там нет ничего, там это камень, это монолит. Но раздувалось пламя, это было знамением и для римлян, побеждающих тогда уже, и для пораженных евреев уже, терпящих уже последнее поражение тогда, вот, в Иерусалиме. Было понятно, что сам бог евреев, бог Израиля сжигает свой же храм. Сверх естественно, плавильня была. Римские легионеры смогли прямо из огня, фактически, вынести некоторую посуду, только лишь семисвежникам и что-то еще. Все, все остальное погорело. И настолько стильная была плавильня, разгорелась, что тонны золота, серебра, меди, плавились и стекали уже ручьями. И потом они застывали между камнями. И когда уже битва стихла, совсем уже, да, то римские легионеры взялись за ломики и стали исполнять слова Иисуса, не ведая даже того. Развалили все, камни на камни не оставили, чтобы достать все это золото, серебро, меди, которое застыло там, между камнями. Представляете? То есть слова Иисуса, слова Господни исполняются, даже если люди и противоречат этому, даже если не соглашаются с этими словами. Я убежден, что и последние слова исполнятся. Даже так же, если даже большая часть на земле людей, к примеру, скажет, а мы не верим. Даже если большая часть людей скажет, а мы не хотим этого. А все равно Бог исполнит свое слово. Поэтому блажены те, которые не перечат Божьему Слову, а которые слушают Божье Слово и исполняют его. Блажены те, которые соглашаются с Божьим Словом. Блажены те, которые, знатели, не гордятся, а которые смиряются. Потому что гордым Бог противится. И те, кто пытаются против Слова Его идти, их судьбы несчастны. Будет это древняя история, будет это и современная история. Многие из вас, я думаю, к примеру, знают много тоже из жизни даже. Когда человек против Слова идет и ничего хорошего не приносит. Я знаю один страшный пример, но я много знаю страшных таких. Но один меня просто потряс тогда. В 96-м я как раз уже вышел из традиционного православия. А, уже 97-й был уже, уже год уже, как я вышел. И я попал на одно общение. Это были братья Гедеоны тогда. Они общались. Это было собрание, проходило в одном таком большом доме Малифина, баптистов. И большинство участников этого братства Гедеоновского, там, кто присутствовал, они были в этого баптистского братства. Ну, там были разные люди. И там мне дали слово поприветствоваться, значит, и общение было интересное. Потому что большинство этих вот Гедеоновцев приехало с, ну, с работы такой евангельской, с полей из этих. Они раздавали там тоннами эти новые заветы. И вот рассказывали, делились свидетельствами. Я там наслушался много всего. Но особенно один рассказ меня потряс тогда, я помню. Знаете ли, как священник основной меня потряс. В одном там небольшом городке, в российской глубинке, значит, там они назвали там даже, ну, где это. Но я даже был потрясен даже не просто там, некоторые знакомые были места, но был потрясен тем, что произошло. Священник местный, когда узнал, православный священник, узнал, что штунды приехали в аптисты и раздают, значит, там новые заветы, его зло взяло. И он исполнился, вот, ожесточил свое сердце, как фараон тут. И он послал своих бабушек, сновидел, проинструктировал их, что это сектанты, мол. И послал своих бабушек, по нескольких человек, значит, они ходили по всему этому поселку, городку и проводили контрагитацию. Ходили по дворам и пугали, стращали от имени священника, стращали народ и говорили, что это сектанты, сатанисты, там, прочее. И то, что они вам раздавали, это не божье слово, и что-то сдавайте по-хорошему, вот, то, что они вам раздавали. И люди, большинство, знаете ли, ну, напуганы были, действительно, ну, дезориентированы, напуганы были, смущены. И большинство людей, так получилось, они, ну, отдавали эти новые заветы, значит, вот, этим бабушкам. А бабушки с топками, знаете, как макулатуру, они разобирали, они это все приносили туда, к храму. И вот, значит, баптисты потом рассказывали, что, значит, они решили, братья, там, с этого дома молитвенного прийти, все-таки, и гедоновцы, которые были там, значит, с миссией, решили все-таки прийти в храм и, ну, поговорить с батюшкой, значит. Значит, значит, и время только лишь было, вот, служение воскресного. Они решили, а, и еще одно интересное получилось. Там, в этом городке, говорит, дом молитвенный вот этих баптистов, значит, и, значит, церковь, храм православный, они, ну, рядом, ну, через дорогу, там, значит, там, по соседству все. Вот. Тем более поселок небольшой, городок небольшой, все знают эту историю, все знали, как бы, и, ну, городок только об этом говорил. Так вот, и братья пришли, ну, поговорить сейчас со священником, а священник не стал, священник не стал с ними говорить, а наоборот, стал еще больше хулить, вот, божье слово хулить, будем так говорить. Почему? Потому что он так уступил, наверное, ну, просто на зло, наверное, вот тем братьям, которые пришли поговорить, я так понимаю, вот, мое уже такое представление, наверное, как-то было. Но что было дальше? Представляете, он вышел на Амбон, ну, вот, царские врата были раскрыты, вот он вышел, и с таким прям истерическим криком таким, это сектанты, это сатанисты, вот, баптисты, сатанисты, вон, мол, отсюда, мол, и, значит, и вот то, что вам раздавали, смотрите, это, как там, чуть не кричать, антикристник какая-то там, разорвало ложку и стал разрывать этот новый завет на глазах у публики, все там, ну, прихожан его и безумленных братьев, которые, ну, немая сцена просто, не ожидали такого поворота событий вообще. И священник там развернулся, пошел было снова туда, в алтарь, при этих, ну, прямо в этих царских вратах, он и умер, замер, и упал. Ну, как потом сказали, тромб вроде оторвался, значит, и он, значит, короче, ну, моментальная смерть, даже не успел там, пикнуть не успел. Вот, и знаете, что было потом, братья говорят, следующее воскресенье в храме в том, фактически никого и не было. Вот, значит, ну, понятно, священника не было нового, значит, но, как бы, бабушки пришли некоторые там, значит, провести сами что-то. Но дом молитвенный баптистов не мог вместить всех желающих. И вокруг народ стоял, многие плакали, просили прощения, вот, и говорили, что мы послушали старого священника, а он был неправ. И вот Бог покарал его, значит, они увидели это прямо воочию. И просили братья, дайте вам еще, пожалуйста, вот эти новые заветы. А, он же спалил те новые заветы, и вот это некоторые стали разорвать. Знаете, вот, для меня это была иллюстрация, ну, наверное, урок на всю жизнь. Как вот страшно идти против Божьего слова. Не то, что говорил священник грешнее всех других священников. Нет, я не думаю, что так. Не думаю, что он грешнее был, чем другие священники. Но я думаю, что, как вот слова Иисуса, хочу вспомнить, он говорил, помните, да, если не покаетесь, все так же погибнете. То есть, предостережение было однозначно для очень многих служителей, как опасно идти против рожна, идти против Слова Божьего. И, к сожалению, очень многие священнослужители идут против Слова Божьего. Но сейчас, скажу так, эти годы постепенно такая, пусть небольшая, пусть она мелкими шажками, по чайной ложке, как говорится, но эволюционная такая реформация, она есть. Постепенные изменения в лучшую сторону есть. Какие изменения? Ну, во-первых, век интернета, знаете ли, слава Богу. Многие священники, молодежь, молодые священники слушают проповеди, читают через интернет общение. Распространяется, как никогда вообще, евангельская весть сегодня в наше время, в наш час. И это очень радует, друзья. И действительно, у многих понимание, потому что я прочитал, что действительно Иисус Христос, основание у нас одно, Иисус Христос. Я встречаю в последние эти годы разных священников, в разных городах, в селах общаюсь. И многие уже, ни один, ни два, будем наговорить, соглашаются с тем, что да, основание у нас одно, Иисус Христос. Различные строительные материалы, да, различные строительные материалы нашего христианства, как бы, да. Различные методики строительства, да, но фундамент один. И никто не может положить другого основания. Одно основание, Иисус Христос. А ведь в Слове Божьем говорится, что Бог испытает дело каждого, каково оно, и наше строение будет испытано на самом деле. Но это уже дело не наше, знаете ли, это Божье дело. А наше дело, вот, правильно строить строительные материалы и правильно пользоваться. Потому что камень, основание, это драгоценный камень, Иисус Христос. И поэтому блажение строить свою жизнь, ну, как будем так говорить, так, как, ну, говорит Писание, Слово Божье. Слава Иисусу Христову. Друзья, и вот что я еще скажу, что когда мы понимаем, что мы храм Божий, верующие, возрожденные свыше люди, это храм Божий, а не просто конфессии, не просто динаминации, не просто каменные сооружения какие-то недеревянные. Как на Руси, помните, говорили, еще в 14 веке, 15 веке, там нестяжатели, допустим, те же самые, говорили, Нил Сорский, Высян Патрикеев, говорили, храм не из бревен, говорили, а храм из бревен. А еще говорили, храм Божий обшит кожей. Так что вот, храм Божий обшит кожей. Живой человек, Бог, поселяющийся в человеках. Вот это Божье чудо. Тайна, сокрытая от веков, от родов. Тайна, сокрытая, ну, вообще, от язычников она была вообще закрыта. Знаете ли, в Израиле лишь в одном народе сохранялась эта вера, но, опять-таки, не просто, как бы, евреи сами это додумали, а это было по откровению, будем так говорить, это же пророки пророчествовали. И когда Иисус родился, вот как раз вот Рождество, да, значит, недавно вспоминали, кто-то в декабре, кто-то в январе, кто-то и так и сяк, ну, неважно. Как бы оно, оно же не дата вспоминается, мы понимаем, да, а само событие Рождества Иисуса Христа, Господа нашего, Бога и Спаса нашего. Так вот, и потому что исторические рождения его было чуть пораньше, будем так вот, по-нашему, получается, в сентябре, значит, месяца и за три с половиной года до нашей эры, получается. Если исторически брать. Но для нас важно сегодня вспоминать именно не просто даты какие, да, а именно само событие. И вот когда Иисус родился, то исполнились пророчества. У Матфея записано первое пророчество, которое исполнилось, что вся дева в очреве примет, то есть забеременеет девственница, да, и она родит, и это чудо будет названо вот этим словом, Эммануил. Сын она назовут Эммануил. Интересно, Эммануэль, Эммануэль, Эммануил, Эммануэль, Эль, Бог, да, Эмману, переводчик перевел с нами Бог. А, о, вода есть, отлично, обычно на кафедрах есть вода. Вот, я иллюстрацию такую приведу. Кстати, я люблю, ну, такие примеры, наглядные примеры, иллюстрирующие как раз тексты библейские. И вот с водой переводчики, знатоки иврита, еврейского языка библейского, очень часто приводят пример с водой. Вот вода, потому что, да, потому что Бог, когда сказал именно пророчество, то было сказано именно Эмману, Эмману, слово, Эммануэль, а не Этану. Еврейское слово Этануэль переводится как, оно даже пишется похоже, но Этануэль переводится как с нами, близко, возле нас, очень-очень близко, это Этануэль. Но Эммануэль переводится как внутрь нас есть, съеденный выпитанный нами, Эмману. Вот, и с водой, самый хороший пример, вот вода, которая в стакане, да, это Этануэль. Этануэль, я никак, Этануэль, ну, вода на иврите моим, Этануэль моим, да, вот, вода, которая возле меня, она близко. Ну, я так могу и помирить от жажды, знаете, вот возле меня, видят глаз, да, зуб не имеют, ну, как, ну, что с тобой мне. Но, я пью, вот, ваше здоровье. Вот, вот, Эмману, да, уже. Эта вода, она распекается по мне, она частью меня становится, я частью ее становлюсь. Эта вода уже во мне, это уже Эмману. Хотя, слово Эмману можно перевести, там, один из вариантов есть, что с нами. Но, вообще-то, все значения другие означают именно съеденный, выпитый, растворенный. Он частью меня стал, а я частью его. Но, как можно Бога съесть, как можно Бога выпить вообще? Знаете ли, я думаю, что для многих это как бы даже чудно вообще, даже вот скажи такое. Значит, как бы для многих это может вообще показаться чуть не кощунством. Но, помните проповедь, это одно из самых странных проповеди Иисуса Христа, да? После которой почти вся его церковь ушла от него, представляете, да? Почти все ученики ушли. И даже те, кто остались, то они были, видимо, в таком состоянии, что даже Иисус, ну, понял, что они тоже, как бы, еще не совсем готовы принять это все. И говорит, что если что, вы можете тоже, в принципе, покинуть собрание, как бы, я найду новых учеников, как бы, не обижусь. Но, слава Богу, за Петра, который спохватился здесь уже, как бы, значит, и сказал, что ты имеешь глаголы вечной жизни. Да, пусть даже до конца и недопонимали они все это, безусловно, но, я думаю, не только Петр, но и остальные, они осознали самое важное. Пусть это даже непонятно сейчас, не вмещается в наш разум, но это глаголы, это слова жизни, это слова, несущие жизнь. Иисус сказал, что кто-нибудь будет есть и пить меня. Но, конечно, здесь говорится и вот о хлебопреломлении, причастии, о таинстве, но далеко не об этом только. В большей степени о гораздо большем. Вот. Потому что здесь имеется в виду, действительно, Бог, Спаситель, Христос, который частью тебя стал, а ты частью его стал. Который, действительно, поселяется в человеке. Тайна, сокрытая от веков, народов, язычников, Христос в нас, упование, славы. Самая великая тайна всех тайн. Бог, который поселяется в человеке. Боговоплощение, знаете ли, мне очень нравится еще такое слово, такое в православной традиции, богоявление. Мне очень нравится слово, как раз в крещении, да, называют, богоявление. Вот, действительно, богоявление. И богоявление, ну, по сути, вот каждый верующий, если он не понарошку, а по право, что он верующий, это чудо богоявления. Это чудо богоявления. Бог, поселяющийся в человеке, и каждый покаявшийся грешник, каждый освобожденный от бесов человек, исцеленный, это есть таинство богоявления. Слава Богу. Друзья, братья, сестры, и, конечно, Христос, поселившийся в человеке, это самая великая тайна. И, скажу так, это и есть христианство. Потому что все остальное, оно есть в разных религиях. И было, и есть, и будет еще в разных религиях мира. И не уникально. Христианство уникально только лишь Христом. Христианство уникально только лишь, действительно, вот этим таинством богоявления, боговоплощения. Потому как, действительно, Бог, живущий в человеке, это самая главная святыня наша. Все. Все остальное. Чем мы можем похвастаться? Храмами красивыми. Храмами культуры христианской. Есть культуры, не хуже намного нашей. И храмы, может, и получше даже наших, знаете ли. Но наша похвала, это сам Иисус Христос. Который сказал, я с вами во все дни до скончания века. Который сейчас с нами, который поселяется в нас, и живет, и царствует в нас. Слава Богу. Слава Богу. Друзья, братья, сестры. И Иисус, когда уходил, еще такую иллюстрацию приведу. Так вот, для как раз урока сегодняшнего такого нашего. Когда, то есть, ну, с водой, думаю, запомнили, да, все это. Эману запомнили мы, что, знаете, даже вот немецкие фашисты писали, помните, да, на пряжках ревней. Год без нос. Да, Бог с нами, да, Господь с нами. Но, опять-таки, когда Бог с нами, то это одна вера какая-то. Это, по сути, одна религия. Но когда Бог в нас, это другое христианство совсем. Я в этом убедился и убеждаюсь и на примере и своей жизни, и жизни многих очень верующих людей. Настоящее христианство, это не просто Бог с нами, а это Бог в нас. И пусть в наших судьбах так и будет. И вот я вам кое-что расскажу сейчас, чтобы было понятнее. Это таинство. Это вообще, это таинство. До конца, мозгами до конца не уразумеешь все равно, как ни старайся. Броникнись этим, призови Иисуса Христа. И это не просто разовое переживание. Призывай Его имя как можно чаще. Говори, Иисус, я, может, как тот Петр, до конца не понимаю, как есть, пить тебя, но что. Но я знаю, ты имеешь глаголы личной жизни. Я знаю, что у тебя есть жизнь. Ты сам эта жизнь. Приди, поселяйся. Царство, Господство во мне, призывай Его часто имя. Вот я заметил по себе, чем чаще это, знаете, как говорят, кашу маслом не испортишь. Вот здесь, ну, призывай Его имя, ты ни в чем не прогадаешь. Иисус, 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 вот это имя драгоценное, повторяй. Иисус, Он недаром сказал, знаете, такую речь, что мы это вспоминаем часто, но хочу сиять, заставить, заново будем договорить эти тексты из 3 главы Иоанна. Там Он сказал, что как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено и сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, написан дальше в 16-м этом стихе, который мы золотым называем даже стихом. Знаете, вот это прекрасно, на самом деле, золотой стих, потому что открывает Божью любовь, Божье сердце. Так вот, и как тогда, в числах, помните, да, во время исхода нашего, когда что произошло? Ропот в народе был Божьим. Ропот был среди пришельцев, среди израильтян, среди вышедших из Египта был ропот. И пришли змеи, и стали жарить, сползлись с пустыни. Я не знаю, это страшно вообще. Я не часто, но видел этих змей. И один раз попал в такую передрягу, что, значит, ну, просто по Божьей, ну, чудо, что было, что он не был покусан этими змеями, которые клубками просто. Это, притом, это одна из самых опасных на планете змей вообще. Это большая коричневая австралийская змея. Вот, мы были возле ее гнезда. То есть, ну, выжить почти невозможно, потому что эта змея, она дурная вообще. Даже сами эти вот исследователи говорят. Она бросается на все, надо не надо. Понимаете ли? Тем более, возле ее гнезда, оказаться, это, ну, это просто гибло дело. А мы машину припарковали очень далеко, и так получилось, что, как потом выяснилось, этот брат, этот Майкл, который был со мной, он даже и не взял с собой этот, ну, для Австралии это преступление вообще-то, не взял с собой это противоядие. Там, если за город выезжаешь, там нужно брать с собой противоядие обязательно вообще. А я был в Минбор, я там неделю семинар проводил, а потом детям звонили, там, что привет с Австралии, они там, а папа, кенгуру видел вообще-то, здесь Минбор, здесь библейская школа, кенгуру, а здесь студенты, и все, как я, может, никого не вижу. Вот, и потом уже под конец уже улетать, уже, говорю, братья, вот покажите мне кенгуру, а то я говорю, домой приеду, скажет, батюшка, папа был в Австралии и так не видел кенгуру, ну-ка, позор. И вот на свою голову попросился, вот, и мы в эти берегу мы как полезли, ой, там такое, вот, значит, но все-таки видели этих кенгуру, ну-ка, а я уже и особенно не работал, вот, значит, ну, значит, ну, знаете, вот, захолусьте просто, реально, вот, значит, и, ну, вот эти вот змеи, да, и, значит, бежать далеко было до той машины, и, как выяснилось, потом и машине не было этого противоядия, вот, вот, а от укуса этой змеи здоровый мужик, если он не пьет, не курит, с бортом занимается, но минуты три проживет нормально, вот, значит, и, как бы, значит, и парализация нервной системы, вот, значит, затем, значит, и в скором времени наступает смерть кенгуру, без противоядия, вот, и, значит, и, представляете, значит, ну, я так подумал, ну, я перепугался тоже, конечно, ну, я и тут до конца не знал все опасности, но это мне стало страшно, вот, а тут Майкл-то вообще был белый, как полотно, вот, значит, и, знаете, вот, потом уже, когда описали этих змеев, все, значит, я выяснил, что это, вот, как раз самое опасное, одна из опаснейших змеев, вот, значит, и, вот такая вещь, и, а, представьте, там, те евреи оказались, вот, в том месте, где множество змеев ползлось, и они жали, но еще ужас в чем, вот, если по номерам стронга посмотрите, ну, ветхий завет, числа, вот эту историю, как раз, на которой ссылочка с третьей главы идет, явно, так вот, параллельное место, да, то вы увидите интересную вещь, там не только перечисляются змеи, вот, буквально, там, ну, расшифровка идет такая, там, ядовитая змея, там, значит, поражающее что-то еще, там еще рядом слово другое стоит еврейское, звучащее, как сераф, сераф, ну, серафимы, представляете, в переводе русском этого нету, переводчики русскоязычные, и, притом, большинство английских, также переводов, ну, часть переводов английских есть, кстати, часть там отсутствует, значит, в других переводах некоторых есть, допустим, да, в некоторых нет, слово серафы, серафимы, то есть, это о чем говорит, что не только обычные гадюки, там, или какие-то кобры жалили евреев, но и сверхъестественные поразители пришли, поражающие ангелы, я представляю, от кобры можно, например, отбиться, да, отмахаться как-то, там, отходят еще змеи, там, защитить себя, жену, муж, детей, значит, а представь, а как-то отобьешься от сверхъестественного жалящего, от сверхъестественного, никак не отобьешься, абсолютно, то есть, здесь уже каким-то уперком не было бы, да, все, только к Богу можешь взывать, они стали кавиться, потому что их поражали не только сверхъестественные змеи, но и сверхъестественные поражающие, Серафим, или Асрафим по-арабски, а так вот, Сераф, Сераф, переводы, первые переводы этого слова, они такие хорошие, обычно, вот, как бы, большинство из нас, вот, христиан, только этими первыми переводами, как бы, и ограничиваются, а они смотрят, что дальше, какие еще варианты перевода, там, ой-ой-ой, как говорится, святых выноси, нет, там, потому что вначале переводы какие? Это пламенеющие, огненные, горящие, хорошие переводы, а дальше поражающие, жалящие, истребляющие, вот это, да, думаю, вот тебе и Серафим, как говорится, ничего личного, работа, да, значит, ангелы могут прийти, и не только с хорошими новостями, знаете, не то, что они против нас, нет, ничего личного, это, вот, посланники, посланники Всевышнего, да, и могут прийти с очень плохими новостями для человека, не дай Боже, представьте, вот, и для Израиля в то время они пришли с очень плохими новостями, они пришли их убивать, они пришли их жалить, и народ возобил Богу, Бог помиловал, конечно, своих детей в этом состоянии, да, Он помиловал, и Моисей, Он дал команду сделать медного этого изображения поразителя, там, в оригинальном тексте, опять-таки, я не хочу там ничью веру, там, значит, как бы, представление разрушать, потому что обычно у нас, да, и в храмах православных на иконах, и, значит, в детских библиях, и в картинах обычно, ну, такая гадюка какая-то нарисована, змея там какая-то, вообще-то, 99% можно утверждать, и девять десятых, что шла речь не о гадюке или какой-то еще там такой змея, а о Серафе шла речь, потому что предыдущие слова говорят все о Серафе, о Серафах, то есть, скорее всего, шла речь об изображении ангела, а не гадюке, а не змеи обычной такой поражающей, и еще и почему Серафима, в другом месте описанное, они закрывают двумя руками, крыльями лица свои, двумя закрывают ноги и двумя летают, издалека напоминают крест, и Иисус сказал, что это будет прообразом его, и тем более гадов сделать Бог запрещал накануне в исходе, вот, значит, а насчет ангелов не было такого запрета, то есть, не было, ну, буквального текста запрета, вот, значит, тем более, что потом были исключения еще, а также при храме, помните, да, значит, изображение ангелов, но я вот, даже скажу, даже если была обычная змея сделана, ладно, пусть будет даже так, но все равно это будет прообраз Иисуса Христа, но мне очень нравится другой пример, я даже как художник такие эскизы сделал для картин, вот, значит, и в том числе вот все-таки хочу сделать, вот такую, что там будет Сераф изображен, поражающий, но с другой стороны люди смотрели, а, как бы, образ Серафа, да, а там контур Христа, то есть, как бы, вот, чтобы на будущего Христа был указ, как бы, вот, что указано, что это все-таки будет прообраз, да, был прообраз самого Иисуса. Почему еще об этом говорю? Потому что сегодня, братья, змей много всяких, змей греха, их полно, порой ходишь просто по глупкам этих змей, просто не замечаешь, не знаешь, и они жаль, порой, по всяким причинам. Знаете ли, и сегодня мы пройти можем только лишь по этой жизни земной, только взирая на Иисуса Христа, только взирая на начальника веры, совершителя Иисуса Христа. Если ты чувствуешь, что тебя что-то укусило уже, да, значит, раскушен ты уже, или там впилось несколько змей всяких, да, и уже яд уже по тебе распространяется этот, то через не могу, через не хочу, просто размышляя об Иисусе Христе, призывая Его имя Святое, взирая на Него, и замечаешь сразу, да, что яд этот, он нейтрализуется, он уходит, ты уже другой, потому что противоядие у нас одно, друзья, это кровь Иисуса Христа, это сам Господь Иисус Христос, другого у нас нет противоядия. И еще, дамы и господа, братья и сестры, когда Иисус уходил, Он сказал, кто будет веровать в Меня и креститься, спасен, и вот слово баптизо, которое использовалось вот тогда, да, в русском переведено как крещение, да, тоже красивое слово, мне нравится очень, крещение, все-таки там крест имеется, да, тоже очень, очень такое значимое, но вообще оригинально баптизо, баптизо, и баптизо, оно означает в современном греческом языке окунание, да, знаете, всегда, погружение, вот, и чаще всего как раз мы обычно вот и этим, значит, ограничиваемся. И чаще всего, поэтому у нас идет речь в церквях обычно о таинстве крещения, хотя есть и такое примитивное представление, совершенно неправильное, конечно, об этом, некоторые батюшки я слышал не раз уже, говорят, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Слышали такое? Я слышал уже не раз такое уже, притом, я думал, ну, как вот говорят в народе, прикалывается или как-то еще там, на полном серьезе, то есть серьезно, батюшка верил в это, я думаю, надо же, ну, вроде бы, как бы, и семинарию заканчивал, вроде бы, ну, неужели в такие глупости он может верить сам? Да, оказывается, верил. Даже такие встречаются священники, невежные, к сожалению. Но вообще-то идет речь о слове баптизо, означающем окунание, погружение. Но, оказывается, в старом греческом, ведь написано, что это все было еще два тысячелетия тому назад, так вот, в старом греческом языке, это баптизо, оно означало не просто окунуться, погрузиться, а погрузиться и там и остаться, и там пребывать, представляете? Такое радикальное крещение. Не, 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 так что, господа утопленники. Нет, дело в том, что, о каком утоплене шла речь, я вам сейчас поясню. Дело в том, что это слово, вот, по порядку, во времена Иисуса Христа, и даже за 200, даже 300 лет до Иисуса Христа, это слово баптизо в основном использовалось для описания соления огурцов и прочих овощей. Любите огурчики? Конечно. А кто любит малосол? Малосол не любит. Есть любители малосола, да? Малосол имеет какую свою прелесть, да? Он сохраняет элементы свежести, да? Свежего огурца, но на шкурке уже соль, да? И вот это сочетание соленого и свежего свою прелесть создает, да? Есть фанаты малосола. Так вот, малосол греки не называли баптизо. Баптизские огурцы были какие? Баптизо. Они называли огурцы баптизо только лишь те, которые прошли полностью просолку, процесс весь, и соль имеет не просто на шкурке, а в себе уже имеет соль. Внутрь себя имеет соль. Понимаете, да? Новый Завет говорит, имейте соль на шкурке, да? Нет. В себе. В том-то и дело. Так что, имейте соль в себе, внутрь себя имейте соль. Вот, значит, и поэтому, товарищи огурцы, проходим просолочку. Значит, получается, что, вот если в аналогии вот с огурцами, да? Значит, ты отрываешься, как говорится, да? Вот от огурцов, значит, всех остальных, там, другие товарищи. Какой был огурец? Да, но они не понимают, что те, кто остался на грядке, они все погибнуты. У них нет шансов. Но Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен. Потому что для хозяина всего этого, да, урожая, самое большое горе, это когда урожай остается на полях и погибает. Он хочет, чтобы весь урожай пошел в загрома, был спасен, сохранен. Ничто не погибло, его не погиб. Бог именно этого хочет. И вот, когда срывается с грядки, как бы, да, отрывается от прежней своей жизни, он погружается в урожай из грядки в катки. А там и соль, и чесночок, и перчик, и травка, и все. Другой дух уже, иной совсем. Вот кто духа этого не имеет, тот вообще и не его даже. Вот. И он пройдет эту, действительно, просолку, пропитку, как сейчас говорят, баптизу. Настоящий баптизу. Поэтому, можно так слова Христа еще, последние, которые он сказал, уходя, так для современного человека сказать, что кто уверует в него, в Бога, да, в Иисуса Христа, и кто погрузится вот в него, погрузится в сущность Отца, Сына, Святого Духа, будет спасен. А кто не уверует, ну, так и погибнет на огороде, на грядке этого века всего. Но Бог хочет всех спасти. Его план всех спасти. Слава Богу. А еще, братья, слушайте, это же слово баптизу, оказывается, во временате использовалось еще так же, кроме соления овощей и огурцов, в частности, использовалось для описания прокраски тканей. Самая драгоценная в то время ткань – пурпур. Из моллюсков. Представьте себе, краска и сам процесс был очень весьма трудоемкий, оказывается, но очень благодарная технология была такая, что столетия проходили, а краска не уходила. Даже археологи находят до сих пор фрагменты некоторых тканей и говорят, да, это чудо, действительно чудо, вот качество, настоящее качество. Вот так вот. То есть краска остается на ткани, и она подтверждает, что действительно ткань была именно пурпуром настоящим. Так вот, но в те времена не только были качественные мастера, да, были и халтурщики тоже свои, в то время тоже были всякие люди. Так вот, и в каждом полисе, в каждом городе было свое, будем так говорить, наподобие ОТХ. Были такие специальные люди, которые проверяли качество. Так вот, и слово «баптизу» использовалось имя только тогда, ну как знак качества будем говорить, знаете, он ставился. То есть они использовали это слово «баптизу» только лишь на ту ткань, которая полностью прошла без сокращения весь процесс прокраски. Они отрезали там нужный кусок материи, могли прийти на любой склад готовой продукции, отрезать любой кусок материи и отдать женщинам. Те полоскали, варили, кипятили, стирали много раз в разных водах. Короче, что такое не делалось с этой тканью? И потом показывали тем самым этим вот экспертам. И если она, эта краска оставалась на ткани и было по качеству то же самое, они говорили «баптизу». Все, это как вот такая, все, это баптизу, это баптизская ткань. А если краска пошла уже где-то выделяться, качество было уже и менялось уже резко, это все, это халтура. Так вот, пусть наше христианство будет не халтурой, пусть наше христианство будет баптизу. Но мы не просто краской какой-то прокрашиваемся, господа, мы прокрашиваемся чем? Кровью Иисуса Христа, Господа нашего. И пусть никакие стирки этого мира, они действительно не повредят нас. Но пусть наоборот эта краска у нас всегда будет, это кровь Иисуса Христа. Поэтому никогда не упускайте из виду крест Иисуса Христа. Никогда из виду, братья, не упускайте, что искупленным от суетной жизни, ничем-то другим, а кровью Агнца Божьего Иисуса Христа, ничем, абсолютно ничем другим, только кровью Иисуса Христа. Благодарите Бога за кровь святую, благодарите Господа и знайте, что вы именно ей искуплены, именно кровью Иисуса Христа. Освобождены от любого греха, освобождаемся от любого греха, Исцеляемся от какой болезни? Только благодаря крови Иисуса Христа. Вот это осознание, это понимание, оно спасительно. Ты этим самым Богу славу воздаешь, ты этим самым смиряешься, ты этим самым прокрашиваешься вот этой кровью божественной, Агнеца Божьего. И тогда действительно брак бежит. Тогда ты, будучи покоренным Богом, противостоишь дьяволу, побеждая его кровью Иисуса Христа. Другого оружия у нас нет. Ну и свидетельством, словом свидетельством, да. Пусть Бог благословит. И также прошу, братья, молитесь. Молитесь тоже и за нас, молитесь за реформацию православной церкви. Потому что действительно работы не почтный край, работы много. Но господин Жатвы, он высылает своих делателей не просто так. Он высылает своих делателей на большой труд. Вот, может быть, и молитесь каждый из вас, потому что тоже потенциальный делатель или уже делатель. В каком-то, ну, своем отресле, знаете ли, в своем участке фронта. Наш генералиссимус один Иисус Христос. А мы все, и солдаты, и офицеры его армии, мы все солдаты победы, будем так говорить. Потому что побеждающий наследует все. Потому что Иисус Христос, Он победитель. Он не генерал дезертиров, Он не генерал пораженцев, Он не генерал предателей, Он генерал победителей. Он получил сам победитель. Вот, и Его победа в нас, опять-таки, кровь Иисуса Христа. Все. Нет, ты не сам по себе. Ты кровью Иисуса Христа соважаешься и побеждаешь врага. Запомни это обязательно. И будешь победителем всегда. В любой ситуации. Словом Иисуса Христа. Иисус, Иисус, именем Иисуса Христа. Другого оружия нет. Кровью Агнца Божьего. Побеждаю всегда. Слава Иисусу. Пусть Бог благословит. И, конечно, как реформатор, я, конечно, говорю, что работы касательно реформаторского движения православного очень много. Сам я, вот вкратце так, за свидетельство, если, то вот с 96-го года я отрекся, так там, в 96-м отрекся от всякого там многобожия, допустим, вот этого, что, ну, как раковая опухоль в теле Христа просто, это страшная зараза вообще. То есть, многобожия можно назвать вера в разных, веру, ложную веру, ложную, не христианскую, ложную веру в якобы многих посредников Бога, там, ходатаев. Я таким был раньше, к сожалению. До 96-го года я молился, кому только не молился вообще. И Богородице, и святым, и другим умершим ангелам, кому только не молился. Знаете, в 96-м как отрезало? Отрезало чем? Словом Божьим. Отрезало чем? Именно Библии святой. Вот так вот отрезало. Обрезание Господне, Христово. Все ненужное, да, отрезается. И вот этих уже 20 лет, больше уже, я не ломаю голову, знаете, над вопросом, там, 22-го уже года. Не ломаю голову над вопросом, какому мне, там, утром, там, встался ли, допустим, я не думал, там, о какому мне в саду сейчас помолиться вообще, там, вот, значит, голову призвать. Я даже не думаю об этом вообще. Я знаю, мой Спаситель жив, мой Скульплитель жив, у меня один Господь Иисус Христос, все, Спаситель мой, все. У меня нет, у меня нет даже намека, даже позыва нет молиться кому-то еще. Зачем? Один Бог, один посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. И знаете, почему враг ненавидит эту истину? Потому что это спасение человека. Потому что, если врагу, к сожалению, не безуспешно удается сеять всякую ересь и слуту в умах миллионов наших заотечественников, то это приводит к чему? Что люди всю жизнь могут себя называть даже христианами и не быть спасенными совершенно, не знать Спасителя вообще Господа. Я одну бабушку знал, уже будучи священником, я узнал ее историю, вернее, оконцовку ее истории. В 1991 году, уже будучи священником, я приехал в Московскую область, Солнечногорск, где я некоторое время служил дьяконом и под дьяконом, чтецом, реформ руководил. И приехал туда, в этот храм, ну, конечно, меня там бабушки поздравляют, они помнили меня, я очень был рад этому, вот, священник там старенький меня поздравил, он уже покойный, уже, вот. И о том, о всем поговорили, вот, интересно, я уже приехал в Рясь, уже все с Христом, молодое священник, так интересно. И они мне говорят, а вы помните, отец Сергея, вот, у нас была бабушка такая-то, такая-то, старенькая уже, ну, боже, дуванчик такая, старенькая уже бабушка. Я говорю, помню, ну, наверное, уже надумаю, но представилась. Нет, ха, ха, как Рабинович говорил, не дождетесь, да? Ха, заходи. Нет, ну, я спрашиваю, а что же случилось-то с бабушкой-то? Ха, не померла, хуже, а что ж хуже-то? Все, кто пошла к бахтистам каким-то там, я там, да вы что, ну, про кого, про кого, про нее не подумал бы в жизни. Она, короче, знаете ли, вот, она прослужила в этом храме, ну, если вот так вот не соврать, ну, порядка 70 лет, не пропуская фактически ни одного дня. Ну, может, если там раз в год она там прогуляет где-то там, я не знаю, отсутствует в храме, это уже событие уже. Она, когда была помоложе, то есть она там читала, пела на приросте, но я не застал ее помоложе, я застал ее уже бабушкой, и послеповата, и глуховато, и, значит, и пищащий голос там, дрожащий. Ну, она что-то там смесно там пыталась изобразить, ну, конечно, это было уже так, ну, старческое совершенно. Вот, а так она подсвечники там протирала, там, свечечки, да, переставляла там, ну, такая, не злобная совершенно бабушка такая, такая добренькая, такая, ну, хорошая, хорошая. Она всю жизнь на приросте, всю жизнь, и ее родители там были в этом же храме, пели, читали, когда-то еще сзади коробки, представляете? То есть, и она всю жизнь свою, вот так вот она, вот она, значит, там была в храме, и она, там, и бабушка, ну, одним словом, ладно, руководила всеми там в свое время, так она священников там, значит, кормила, митрополита одно время кормила, значит, и заботилась о нем там, ну, с Ланшиморским митрополитом, когда жил там у них, представляете? И она ушла в секту, не может быть, и, представляете, ну, я там на станцию подсолнечную приехал, значит, там, жду автобуса на Москву, значит, там, там, станция, вот, так же в реакции все стою, значит, и смотрю, бабушка идет, это, и смотрю, у нее в руках Библия, у меня аж ебнуло, наши люди с Библиями не ходят, думаешь, вот точно, вот, знаете, вот, я понял, значит, донесло языки, значит, точно в секте, бабушка, вот, а она мне, она меня узнала, притом, знаете, такая вот, старенькая, да, вроде такая, но все помнит, что не помнит, записывает, вообще, такая интересная, вот, значит, и она подошла, там, значит, там, вот, ну, поздравил меня, там, с принятым самым, потому что я священник теперь уже, был просто Сережа, теперь уже отец Сергея уже, ваше преподобие, вот, и, значит, не, представляете, значит, я, значит, там, значит, видимо, как Ленина буржуазина у нее смотрю, значит, потому что, ну, как бы, понимаете ли, не мог, видимо, скрыть я праведного гнева, значит, на ее отступничество, ну, и она начала, как бы, оправдаться, оправдываться, и говорит, она сказала такие слова, не судите меня, как бы, строго, слишком так вот, вот, и, я, видимо, там, я сейчас не помню, но, видимо, что-то такое я сказал, я обидный, все-таки, не просто смотрел на нее, вот, значит, и она сказала такие слова примерно, что, мы же не последний раз смедлились с этой поводой, она сказала, что, вот, не судите меня строго, это я ее запомнил, а потом еще сказала такие слова, что, вот, да, я хожу сейчас, вот, ну, не в храм, а вот туда, там, молитвенный дом какой-то, и она говорит, что, может быть, они где-то и сектанты, может быть, но они мне, по крайней мере, рассказали, кто такой Иисус Христос, и что...